Торжественный день, день принятия присяги. После этого начинается долгий путь в органах. Среди 22 новобранцев для Сергея Чернышева есть один особенный человек, его дочь. 22-летняя Лена с детства хотела быть как папа, несмотря на всю хрупкость девушки, внутри у нее металлический стержень. Ребенок, она с 8 класса, выбирала эту профессию целенаправленно, пошла в институт, юридически мы ее не отговаривали. У нас по линии ее мамы, моей жены, ее дедушка был майором милиции в то время. В 1975 году он умер на боевом посту. Так что мы как бы шли, меня никто не отговаривал, когда я пошел в милицию служить. И я поэтому не стал отговаривать ее, когда она захотела поступать в юридический институт и в дальнейшем идти служить в органах, на этих делах, в розгварде. В детстве Лена много времени проводила на работе у папы. Интересовалась оружием, спецсредствами, машинами. Любовь к охране правопорядка передается в семье Чернышовых из поколения в поколение. Такое важное событие, как принятие присяги, они отметили скромно на работе. А затем вечером просто торт с чаем. С детства бывал у папы на работе, поэтому еще с детства был такой интерес, как-то больше детский. Со временем я тоже с воровством стал больше профессиональным. Поступила на юридический факультет Ульяновского университета. Закончила, получила диплом и пошла работать в Росгвардии управления местной охраной. Планы у Елены дослужиться до высокого звания, помогать гражданам, служить родине. Но чтобы дойти до принятия присяги, пришлось пройти долгий путь и множество обучений. В первую очередь это теоретическая подготовка. Затем в период прохождения они осваивают также боевые приемы борьбы, огневая подготовка. Ну и в совокупности все это позволяет им качественно выполнять возложенные служебные обязанности. В мероприятии также приняли участие воспитанники детско-юношеского общественного движения «Гвардейская смена». Светлана Карпухин, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.